В Атырау в эти дни школьники учатся из дома. Все потому, что в школе случился потоп. Здание много лет не видело ремонта, хотя очень не нуждалось. Особенно крыша. Родители теперь боятся отправлять детей в эту школу, потому что потоп не единственная беда, которая подстерегает учеников. Когда, наконец, дети сядут за партой, узнавала Алия Жамитова. Многострадальная крыша в 30-й школе снова дала течь. Школьники уже привыкли. И в дождь, и в снег занятия в этом учебном заведении переводят на онлайн-формат. Сотрудники школы всегда держат на готове тряпки и ведра для воды, стекающие с крыши. Эта проблема повторяется уже 10 лет. Родители возмущены бездействием руководства учебного заведения. Ремонт нам обещают уже на протяжении 10 лет. Однако все время школа признана не аварийной. А как не аварийной, как детей сюда привезти, как их запустить? Сейчас горели на прошлой неделе проводка, горели щитки, электрощитки. Теперь стены бьют током. Школа, естественно, уже вторую неделю на онлайн-обучении. Дети дома сидят по телефону, по интернету все это дело, уроки получают. Но это не дело, так не пойдет. В последний раз ремонт в 30-й школе делали 6 лет назад. Но глядя на нынешнее состояние заведения, можно сказать с уверенностью, что работу провели некачественно. В течение недели они якобы подсушат эту школу, устранят все эти неполадки. И они предлагают нам привезти наших детей в эту аварийную школу. Кто нам, родителям, даст гарантии, что наши дети завтра не пострадают? В школе гимназии номер 30 в две смены учатся более 2000 детей. Из-за обильных снегопадов учащиеся остались без здания. Возможности разместить детей в других школах также нет. Близлежащие учреждения трехсменные. Сейчас все необходимые документы для капитального ремонта уже готовы. Ожидается лишь заключение экспертизы. Ответственные госорганы утверждают, что работа кропотливая и очень затратная. Сейчас нет другого варианта, кроме онлайн-обучения. Здесь сразу все не сделаешь. Никто не виноват произошедшим. Проект школы так разработан, что требует больших средств на капитальный ремонт. О точных сроках начала и завершения ремонта в городском отделе образования не сообщили. Пока все школьники будут обучаться дистанционно. Во-первых, необходимо устранить последствия потопа. Во-вторых, родители не хотят отправлять детей в небезопасное учебное заведение. Алия Жамитва, Зельхан Уахитов, Атамикем Бизнес Атырау.